всем привет с вами видео я страшно и вот такой вот вот такой вот обдермахт короче это 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 перчатки тяжелая скотина вот смотрите это подвеска от прицепа заводской прицеп который создан на базе на базе частей от коляски иж такая печалька случилась закисли втулки потом закисла ось то хозяин имел неосторожность уську приварить к ушам рамы ну и соответственно оську отломила и все это на ходу было потеряно короче ехал ехал и и поехал без колеса говорит что-то тяжело едет поглядел сейчас будем пытаться выбить ось посмотреть что да как найти что-то в общем в общем будем исправлять берем вот такой ключик ставим сюда сильно затянуто вот так мало . все пошло еще не пошло теперь поехала главный инструмент сами знаете гайка такая же как на колясках бывает ижевских ну вот тут шплинтик сухой подшипник узнаете подшипник наверное да ижевский колесный мы сейчас снимем и в общем нам колесо здесь не нужно чтобы зажимать тиски греть стучать туда-сюда разрабатывать чтобы разобрать так как так колесо я снял давно стучал туда-сюда по оси грел газом без толку она уже для меня была расплюска на оси но и я добавил очень под корень не обрезал нашел центр закернил сейчас будем сверлить высверливать ну тут с каждой стороны надо высверлить по сколько-то сантиметра по 4 на глубину втулок но и там будет виднее уже смотрите сверлится прекрасно золотое сверло ну она уже была посажена его подтачивал хорошим точильцем и сразу она стала сверлить сейчас просверлим потом можно более крупным сверлевском пройдем таким я размера не говорю потому что я не знаю как рука даже держать не то что размеров на 12 ну ладно не мешайте мне пожалуйста ну так вот видите цифра 3 поэтому я вот в крупных цифрах вам и скажу не буду говорить миллиметрах не скажу что это 30 миллиметров скажу три сантиметра глубина просверлены с одной стороны какая сталь магнитится так водички принес остужая сверло не посадить его до конца ну еще будет сверлить другую сторону с этой стороны что-то я разошелся сверлю сверлю просверлил 1 на вторую перешел уже по 38 миллиметров я углубился ну думаю что хватит там сейчас будем чем греть и и что-то делать может выспервивать дальше большим диаметром может быть очень не знаю пока в общем там почти все сделал потом сейчас расскажу все чем мажу подшипник немного чтобы он разработался не крутился на втулке о все нормально втулка между подшипников присутствует это хорошо сейчас берем летал 24 набиваем подшипничек и будем сборку производить на ось причем айку затянем по человече не как она была откручена просто же спринтована то есть подшипники не были стянуты и в общем они крутились и на внутренней обойме внутренней обоймой на оси сейчас мы все это притянем затянем будет колесо работать на подшипниках именно на своих шариках ну все это смонтирую и покажу вам и расскажу что колесик помазан установлен значит здесь что мы пилили сверлили били лупили точили умазали потом смазывали подтачивали обрезали тернили в общем много чего делали и в итоге вот так резьбу этом нарезал просверленных отверстиях 200 лет прицеп ездил он еще столько проездит вот так вот болт втулка наружная диаметр вот этой втулки на 14 с нержавейки был тоннодированный смазок сейчас куча всяких разных побрызгал и будет она крутится на нем на этой втулке этой смазки на смазку для цепи мотоцикла применить даже литовом помазать где мы тут ездим сколько мы тут ездим два раза в сезон отвести мотоблок на дачу из дачи ну и навоза привести еще два раза и урожай вывести то есть 6 раз это все ерунда ну и короче вот про ушинах нужно будет просверлить отверстие на 14 чтобы эти втулки туда зашли на фиксатор резьбы закручивается болт он по длине как раз чтобы не зажать втулку втулку можно в про уши но прихватить сварочкой и вот на этой втулке будет эта подвеска вертеться я понимаю что это так рукожопство но не хочется мне втулку выбивать вот эти вот втулки геморроица они закисли и снова закиснут видите они тут в этой трубочке то же самое все я думаю что казбек абдулаев будет доволен всем спасибо всем пока а